Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас необычный день. Сегодня мы говорим о конце света немножко извиняющимся тоном, потому что вроде как вот время уже бежит, а конца света до сих пор нет. Извините, пожалуйста, так получилось. Вот, кстати, другие отличные от моей теории о том, что сегодня должны обязательно отключить электричество как минимум в трех домах по улице Студенческой, в теории конца света расскажет наш сегодняшний гость Игорь Анатольевич Ромас. Немножко о регалиях. Это прекрасный человек. Конечно, обязательный преподаватель физики и астрономии, а также доцент кафедры физики и методики преподавания физики БГПУ. Сегодня у нас вот такой замечательный гость в гостях. Доброе утро, здравствуйте. Спасибо. Скажите, как-то вот заметили ли вы, что сегодня, например, ваше утро немного отличалось от предыдущего? Есть какие-то изменения? Что-то подозрительное может быть? Нет, никакого подозрительного. Все как обычно. То есть ребенок, как всегда, утром капризничал, не хотел вставать. Да. Вот, но все равно мы его подняли, надели, в садик отправили. То есть все как обычно. То есть, в принципе, обычное, простое. Стандартное утро, да. Но все-таки конца света не будет. Мы сегодня так и пытаемся разобраться в этом вопросе. Может быть, все-таки будет, да. Иначе вот россияне, да, кстати, наверное, в числе тех наций, которые расстраиваются, что все это не будет. Я сейчас приведу небольшую статистику о том, что порядка 9% россиян верят в том, что конец света наступит 21 числа, и всего 4% активно к нему готовятся. Так вот, мы будем расстраивать эти 4% все-таки? Ну, придется. Придется. Тут объективные факты, что не будет это уже точно, так сказать, железно. Потому что если даже бы что-то объективно опасное угрожало бы Земле, ну, нашими, скажем так, средствами, так сказать, мониторинга, там, космического пространства, солнца, там, я не знаю, еще чего-нибудь, в принципе, мы бы об этом уже знали бы за несколько лет бы как минимум. Ну, понятно, что никто не гарантирует, что у нас там сегодня какое-нибудь землетрясение не будет, потому что прогноза такого точного не дается. Вот. Ну, опять же, у нас каждый день проходят там десятки, если, может быть, не сотни, там, землетрясений по всей Земле. И причем недостаточно больших и даже мелких. Да, 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 да. В территории Амурской области я напомню о том, что у нас, в принципе, да, немножечко иногда сейсмоактивная, и буквально в прошлом году, если мне не знаю, память, была бы какая-то небольшая активность. Слава богу, все пережили, все нормально, все хорошо, любимая ваза разбилась. Это, конечно, да. Вот. Хорошо, Игорь Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о том, что есть несколько теорий, да, о том, что как закончить свое существование матушкой Земля. Ну, вроде 4 миллиарда лет пу-пу-пу существуем, и дальше все. 4 с половиной, да. Вот, видите. На полмиллиарда ошибся. Скажите, пожалуйста, полмиллиарда туда, полмиллиарда сюда. Какие вот существуют самые распространенные теории конца света? Ну, самые распространенные – это вот астероидная опасность, постоянно про нее говорится. Кстати сказать, это наиболее такое, ну, как бы сказать, действительно опасная такая вещь. То есть, действительно, у нас сотни тысяч астероидов летают в пространстве. Их орбиты постоянно меняются, потому что они друг с дружком взаимодействуют, там, притяжение больших планет меняет их в траектории. И в результате, там, столкновений их между собой, там, или вот таких вот гравитационных каких-то воздействий, они могут, в принципе, прилететь и на Землю. Вот. Но, опять же, это процесс не одномоментный, то есть, это все, эта эволюция происходит в течение десятков, а то и сотен лет. И, в принципе, ну, скажем так, есть, скажем так, средства наблюдения за ними, постоянные их орбиты, траектории предвычисляются, чтобы можно было заранее, за десятки лет, просчитать, что вот какой-то астероид может… Я сейчас еще акцентирую внимание, за десятки лет можно предсказать, что к нам несется астероид. Ну, предупредительно так. Да, ну, вот, как вот, допустим, сейчас говорится, вот про этот астероид Апофис, который был открыт, там, в 2005 году, ну, вот он, собственно, имя, так сказать, получил, вот, что вот он в каком-то там, в 29-м году будет проходить недалеко от Земли, и в результате этого прохождения может такая быть вероятность, очень маленькая, почти ничтожно малая, что его траектория может измениться таким образом, что в следующем прохождении, через 7 лет, это, получается, уже 36-й год, он может, ну, так скажем, попасть на Землю. Вот, ну, вот, пожалуйста, мы уже за десятки лет до этого события об этом уже знаем. Ну, как вы сейчас обрадовали людей, которые взяли ипотеку, так, на всякий пожарный, который планирует себя, чтобы в 36-м году, если что, вот так вот, да, то есть, как бы, понимаете, то есть, переносим конец света уже на 36-й год. Подожди, вот, а что касается сегодняшнего дня, 21 декабря, да, есть ли какие-то изменения, например, в активности Солнца, или, может быть, что-то в космосе происходит, потому что говорят, что именно в этот день должен состояться большой аппарат планет? Что вообще происходит сегодня? Нет, аппарата планет никакого нету, кстати сказать. Вот, тоже всё спокойно, значит. Всё абсолютно, ну, даже если бы он был бы, то ничего не случилось бы. У нас дело в том, что вообще Солнце – это 99, там, и, по-моему, 98% массы всей Солнечной системы. То есть, на все остальные планеты всё, 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 как бы сказать, это какие-то доли процента. Поэтому даже если они там все разом выстроятся, ничего не произойдёт. Это во-первых. А во-вторых, чисто физически они не могут, планеты, выстроиться в одну линию. Во-первых, у них траектории в разных плоскостях, это во-первых. А во-вторых, ну, скажем так, ну, в лучшем случае там 3-4 планеты. В секторе где-то градусов 30 выстроится, это уже считается парад планет. Недавно поразило меня одно исследование, более-менее, о том, что Земля, оказывается, не вращается вокруг Солнца, а двигается вот так вот и вокруг Солнца по спирали. Это у нас действительно может закружиться от такого голова. А от того, что... Да, хорошо, поправьте меня, нет? Нет, она всё-таки двигается вокруг Солнца. Вокруг? Ну, вот так как Солнце перемещается в пространстве, то поэтому Земля вместе с Солнцем, получается, летит как бы по спирали. По спирали. Поэтому вот эти разговоры о конце света, они также по спирали будут постоянно возникать каждый год или полгода. Мы прямо сейчас обратимся к нашим амурчанам и расспросим, как они вообще во всеоружии ли справляют, вернее, встречают конец света. И вновь вернёмся к нам в студии. Кстати, не забывайте задавать вопросы на сайте sportnamur.ru. Ждём. В пятницу ещё не планировали с семьёй. Нет! Ни в коем разе. Мы верим только в хорошее, светлое будущее. У меня с головой ещё всё в порядке. Ни коим образом. Жизнь продолжается, всё прекрасно. Конечно, верим. А как же? Жить будем долго и счастливо. Новая жизнь начинается с завтрашнего дня. Переходим в другой... Привет всем. Я, например, раньше прислала, лёг, в спатье не проснулся. Ну, наверное, всё-таки продолжали бы жить. Я не думаю, что он всё-таки наступит. Я так вообще не представляю. Всё будет хорошо. Замечательно. Пойдём с внучкой к кафе. А это не представляется. Это невозможно. А сядем вечерком, может быть, что-нибудь поедим, пельмешков закусим, выпьем. Всех поздравляем! С Новым годом! Ну, а мы возвращаемся в нашу апельсиновую студию и напомним, что сегодня у нас в гостях гость, который знает всё о предстоящем конце света и говорит, что точно этого не будет. Игорь Анатольевич Ромас, преподаватель физики и астрономии, доцент кафедры физики и преподавания физики БГПО. Сегодня вместе с нами мы разбираемся во всех этих тонкостях. Ну, и после увиденного социологического исследования наших журналистов, конечно, мне хочется спросить, ваше отношение к кого, ко всему происходящему во всём мире? Ну, как бы так сказать, одним словом, если сказать, это просто-напросто придумки, фантазии. Так вот мягко, если выразиться. Поэтому, естественно, как к любым фантазиям человек обычный относится, так вот и я к этому отношусь. Ну, кому-то это, ну, как бы сказать, своего рода хобби какое-то. Кто-то на этом делает деньги, пишет книги, статьи, выпускает там какие-то передачи, там какие-то документальные фильмы делают. То есть, это же... То есть, давайте допускаемся. Давайте разберемся, да, почему вот эта фикция именно 21 декабря и 2012 года всё-таки. Вот учёный, который открыл вот этот вот гороскоп Майя, да, календарь, посмотрел на него, увидел последний иероглиф, увидел, что он датируется вполне понятной естественной датой и сказал, всё, 21 декабря, конец света, я пошёл спать. Вот так ли это всё было? Нет, ну, во-первых, в календаре Майя вообще нету, как бы сказать, конца света. У них есть периоды определённые, так, и вот этот 21 декабря заканчивается 13 по счёту период там какой-то там у них, так сказать. Есть там по сколько-то там, где-то около... Ой, сейчас точно не скажу даже там... Порядка пяти тысяч лет. Или три шестьсот, там что-то я сейчас боюсь соврать. Ну, у вас впереди 14-й период, значит. Естественно. Ну, просто у них 13 – это священное число, и поэтому они, как бы сказать, этот период особенно выделили, что там следующий, который начинается, он имеет какое-то определённое значение, так сказать, более важное. Но никаких концов света у них в этом календаре нет. Так значит, сегодня по календарю Майя праздник, если 13-й период – священное число. Да, 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 да. Тогда с Новым годом вас, Игорь Анатольевич. Да, можно сказать, с новым периодом, с новым циклом, да. Ну, я думаю, что всё самое важное и самое интересное уже давно изобрели – интернет и компьютер. В принципе, я не знаю, чем будет удивлять 2014-й период, соответственно, 2013-й год и остальные три тысячи лет, но обязательно с этим разберёмся, я уверен. Игорь Анатольевич, всё-таки панике не стоит подвергаться. Если вдруг мы услышим и увидим другую дату какую-то, да, вот просто очень много случаев, и в основном это подвержены действительно люди, которые немножечко постарше, которые, в принципе, и верят в средства массовой информации безоговорочно. Нет, верьте нам обязательно, но только проверяйте информацию. Что делать, как себя обезопасить от лже-пророков, от лже-научных теорий? Знаете, такого рецепта нету, как обезопасить. Тут требуется прежде всего, по-моему, здравый смысл и, конечно, ну хотя бы какие-то определённые знания, самые минимальные об окружающем мире. Потому что любой человек, даже который не знает, что там, чего, как происходит, мы же не можем знать всё. Мы специалисты в какой-то своей профессиональной области. Но всё равно, знаете, когда вот слушаешь, допустим, парад планет во всей галактике, Ну, человек приблизительно же знает, что планеты, ну и звёздные системы, это такая, как бы сказать, сферическая система в пространстве вокруг нас. Ну так как же звёзды, которые вокруг нас, разбросанные, так сказать, по всем направлениям, и вокруг них тоже, наверное, вращаются планеты, могут выстроиться в одну линию? Это же физически невозможно. Абсолютно. Но люди же в это верят, а те, кто такую глупость пишут или печатают, или говорят, ну они о чём думают, где у них, так скажем? Каким местом они думают? Ну то есть, понятно, что ко всему нужно относиться с долей юмора и с долей здорового скептицизма. Ну вот я в завершение решила спросить, поскольку вы у нас ещё и преподаватель астрономии, скажите, вот насколько мне известно, сейчас заканчивается, говорят, эпоха рыб, и мы вступаем в эпоху водолея, правильно? Вот как раз не знаю. Потому что это в сутки не косты. Да, это больше, да. Насчёт астрологии не знаю. Дело в том, что в космосе нету никаких выделенных, понимаете, там нету верстовых столбов, телеграфных, так сказать, километровых. Здесь мой знак, здесь ваш. Ничего этого не существует. Мы в пространстве находимся на планете Земля, которая только тем для нас и примечательно, что мы вот на ней живём. И мы, конечно, так это чисто для себя выделили, что вот с такой-то точки, допустим, мы вот делаем полный оборот там вокруг Солнца, это год прошёл. Но эту точку никак в пространстве выделить невозможно. А по сути дела этой точки вообще и нету, потому что вот только что говорили, что Солнце-то ведь перемещается вокруг центра галактики, крутится, Земля вместе с ним, и мы никогда в этой точке пространства, где находимся, не вернёмся сюда. Да, но всё время разница. Но всё равно людям свойственно верить, и слава Богу, что верить в что-то положительное. Входим ли мы в новую эпоху, или остаёмся в старой, действительно важно, важно оставаться самим собой. И всё-таки оптимизм и чувство здорового скептизма, и тогда всё у вас будет действительно хорошо. Ну что ж, спасибо огромное за утешение и за научное обоснование всего того, что сейчас происходит во всём мире. Напомним, что сегодня в конце света мы говорили с Игорем Анатольевичем Ромасом, преподавателем физики, астрономии, а также доцентом кафедры физики ВГПУ. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова